Здравствуйте, дамы и господа! Я приглашаю вас в будущее! В центре UST Inc. в УАЭ началось строительство четырех анкерных опор для первых тяжелых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В УАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра UST Inc. в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявила о подписании первых четырех контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Итак, дамы и господа, вы видели этот прекрасный ролик с потрясающими новостями. Потому что этот проект, который продвигает компания SkyWorld Community, является одним из самых актуальных на нашей планете, межконтинентальном и уже на финишной стадии своего развития. И сегодня мы пройдемся по этой информации более развернуто и доступно, чтобы каждый человек мог для себя перенять ту полезную информацию, которую он захочет применить в своей жизни. А ее здесь, дамы и господа, будет много. Ведь сегодня мы говорим о будущем транспорта. Или наоборот, о транспорте будущего. Но уже, наверное, второе меньше, потому что это уже транспорт настоящего. И мы действительно уже на 14 из 15 этапов за 5 лет была сделана просто невероятная работа. С невероятной скоростью развития. И люди, объединившись вместе, показывают, что могут вершить историю человечества. Ведь вместе мы с нуля практически с чертежей, с огромных и очень важных разработок, но еще при отсутствии материи, создали целую технологию. Практически полностью ее уже просертифицировали и даже создали мощности. И штаб, то есть сотрудников и заводы, на котором мы эти наши струнные инновационные дороги можем производить. Конечно же, за час у меня не получится объяснить вам и рассказать абсолютно все детали нашего проекта, потому что он длится уже около 5 лет. И информации важны, ну просто невероятно много. Особенно потому, как воспользоваться всей пользой и для мира, и для вас в участии в этого проекта. Но вы можете на YouTube посмотреть интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. И вы узнаете очень много нового о коммерческих проектах, контрактах и финансировании. Так что развивайтесь, интересуясь, а я постараюсь приоткрыть эту завесу и интересно рассказать о том, чем же уникальна настолько эта технология и в чем наш интерес, в чем интерес каждого человека поучаствовать и ускорить эту технологию. Например, мой. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугуртес, из Латвии. Я когда-то узнал о подобных проектах, что люди объединяются вместе, без банков, без государств, создают крупные компании или даже корпорации и делают что-то для мира полезное и важное. Когда узнал об этом, начал читать, потому что думаю, это действительно что-то стоящее и интересное. Ведь найти единомышленников в разных странах мира и сделать какой-то международный проект, который улучшит качество жизни либо человека, либо вообще всего живого. Это же здорово. В итоге я начал изучать подобные проекты и из сотен нашел самый актуальный, самый полезный, самый выгодный, самый-самый. И это как раз SkyWorld Community делает и финансирует этот проект, эту технологию. Эту уникальную технологию, которая является лишь первой в своем роде, не имеет аналогов, но она лишь первая, потому что за ней пойдет целая серия потрясающих технологий, которые изменят этот мир. Поэтому, дамы и господа, сегодня будет действительно интересно. Устраивайтесь поудобнее. Возьмите кружечку чая, кофе, водички и прошу ваше внимание. Ведь если вы прослушаете данную нашу встречу, ту информацию и попытаетесь принять ее, это все побуждающие факторы, которые можно улучшить в своей жизни с помощью компаний SkyWorld Community и новых экологических инновационных технологий. Интересно как, правда? Я с удовольствием расскажу. Ведь мы люди. Одна из 12 миллионов семей на нашей планете. 12 миллионов видов живых организмов здесь. Но мы самое влиятельное. И самое мощное. Осталось стать самой разумной. Для того, чтобы из нашего дома, из планеты Земля, сделать рай, где всем всего хватает. Где люди в изобилии, в благополучии, сыты, в безопасности. Ну и, конечно же, душевно, духовно развиваются. Ну и, кроме того, кроме живого, у нас еще есть наше детище. Это технология, техногенная сфера. И сейчас технологические уклады уже, так скажем, подходят к какому-то прорыву. Потому что он реально необходим. Ведь сейчас у нас пятый технологический уклад. Это с появлением виртуальной реальности интернета и гаджетов появился пятый технологический уклад. И мир стал таким, каким мы знаем его сейчас. Но это проходило не один раз. Ведь появилось когда-то электричество. И мир резко и сильно изменился. Либо нефтехимия, автомобилестроение, авиация. То есть такие этапы. И сейчас мы с помощью интернета объединяемся совместно. Переслаем деньги за секунды. Информацию гигабайтами. Звоним в любую точку планеты. Хоть видеосвязь с другим континентом. Передача всего очень быстрая, кроме пассажиров и грузов. То есть самой материальной передачи. Не каких-то цифрок, единиц, нулей или гигабайтов. А материи. Сейчас у нас 8 миллиардов человек. Эра потребления. Самое главное, что необходимо нам сейчас, это перемещаться быстро самим. Для того, чтобы у нас было много возможностей. И мы много могли их реализовать. И, конечно же, наши грузы. Получать их быстрее, получать безопаснее, получать дешевле. И автономнее желательно. Чтобы это еще не вредило планете. Можно ли так? Представляете, можно. Это как раз наша технология. И смотрите. Сейчас мы в пятом технологическом укладе. И вот эти вот компании являются основой пятого технологического уклада. Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing. Эти компании когда-то были очень маленькие. Кто-то понимал, в чем важность этих компаний. В того, что делают эти компании. Остальные нет. И когда они развивались, может, кто-то бы и понял. Но тогда разве не была развита передача информации, как сейчас. Что мы можем сидеть с вами, каждый в своей комнате. Может быть, каждый на своем диване. Либо в своей кухне. И общаться, как будто мы находимся в одной комнате. Задавать вопросы в чате. Писать их на корпоративную почту. Я могу вам рассказывать, отвечать на вопросы. И передавать такие ценные возможности, которые были и у людей тогда. Но более закрыт. И смотрите. Кто-то понимал, что это будет важно. И поддерживал это, реализовывал, финансировал, так скажем, соучаствовал, чтобы стать соучредителем или собственником. Либо совладельцем. И эти компании, они действительно дали то, что необходимо людям. То есть люди выбрали, и их такое мощное развитие было от того, что эти услуги, либо продукты были необходимы. Так вот, смотрите. Это пятый технологический уклад. И перед вами компании, которые принесли огромную капитализацию. То есть, например, 100 долларов компании Alibaba за 18 лет увеличилось в 1 782 500. То есть компания стала настолько значимой и настолько расширилась, что тот же ее кусочек в долях компании, как бы в акции, можно сказать, теперь стоит не 100 долларов, а почти 2 миллиона. И такая капитализация происходит именно от того, что компании развиваются, делают что-то полезное для мира. Поэтому такое развитие. Так вот, смотрите. Перед вами сейчас будет компания, которая больше, чем все предыдущие. И это основа шестого технологического уклада. Потому что эта транспортная отрасль самая уникальная, самая лучшая по всем характеристикам. Меньше всего ресурсов планеты. И самая высокая скорость с безопасностью, экологичностью и экономичностью. То есть это наилучший способ, как можно перемещаться грузом и пассажиром. Автономно, закрывающий умные технологии. Освобождающий человеку время и пространство для его творения. И в данный момент перед вами вы видите не просто идею, либо концепт, либо теорию. Это реальный проект, который подходит к завершению. Тысячи, уже, наверное, под десяток тысяч людей опробовали этот транспорт. Я в том числе. Несколько видов транспорта, несколько видов трасс. И в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Белоруссии, и в Марьиной Горке. Это реальная технология и реальный транспорт. Совладельцами которого сможете стать каждый человек. Стоит только немножко изучить, что же это такое. Ну что, продолжим наш путь? Ведь транспорта нам сейчас действительно не хватает. Ни в маленьких городах, ни между городами, ни в крупно населенных городах. Там, где очень много людей, миллион, два, десять, двадцать. Они стоят. Тот транспорт, который когда-то нам был полезен, он перестал нам быть полезен. Потому что он на первом уровне. На том уровне, где вся жизнь происходит. Где должна быть флора, фауна и человек. Но весь этот уровень перерезан. Железной дорогой, автомобильными трассами. И они уже перестают быть эффективными. Анатолий Эдуардович Юницкий собрал все знания, которые есть в человечестве, о передвижении, о транспорте. Ведь всю жизнь он уделил науке. И для того, чтобы научиться, как людям сосуществовать на нашей планете. В нашем прекрасном доме. Как сделать здесь рай? Тем не менее, использую наше детище техногенную сферу. Только в экологичном плане. И он собрал целую серию технологий. Первая из которого транспортно-инфраструктурные технологии. То есть наш транспорт. Не только сам транспорт, но и все виды дорог. А их много, и они разные. И мы уже большинство из них построили и просертифицировали. Доказали каждое преимущество, каждые детальки, узла, ну и каждого вида трасс. Философия данного проекта, данной технологии. Дать то, что необходимо, чтобы на планете Земля более 10 миллиардов человек могло пользоваться всеми благами транспортных технологий. И чтобы эти все потребности были удовлетворены без вреда для окружающей среды. То есть люди, наконец-то совместно объединившись под началом гениального ученого, начинают делать рай на нашей планете. Не Эдемский сад, можно сказать. Потому что, дамы и господа, когда вы увидите в Арабских Эмиратах наш эко-дом, первое деревянное здание в Объединенных Арабских Эмиратах, другие нельзя строить. Только по нашим технологиям. Вы поймете, что это в пустыне действительно оазис, который весь цветами цветет. Там и птички, и пчелы. При том, что ты выходишь наружу, жара и песок. А заходишь снова внутрь, приятно дышать и просто рай. И это, так скажем, маленькое продолжение. Ведь транспорт граничит со всем. Но сейчас транспорт самый актуальный. Потому что именно эту технологию можно применять как в новом городе, то есть в новых построениях города, так и в любой уже существующий город, либо даже там, где отсутствуют коммуникации вообще. Можно легко привести путь и внедрить именно эту технологию. Потому что она оптимальна, суперэффективна и невероятно безопасна. И это все делает Леонардо да Винчи нашего времени. Человек, который сделал более 200 научных работ, 20 монографий, 150 изобретений в сферах строительства, транспорта, машиностроения, электронной и химической промышленности. Создатель космических и геокосмических транспортных систем, а также ряда транспортно-инфраструктурных проектов на основе струнных технологий. Человек, который даст будущее. То есть, представляете, кто-то когда-то придумал железную дорогу, и ее тогда кирками и лопатами 30 километров в сутки строили. А сейчас, в 21 веке, придумано, точнее еще в 20 веке, но в 21 уже так крупно реализовано, придумана технология еще совершеннее, чем железная дорога и автодорога. И даже лучше, чем авиация. Потому что полностью безопасно над землей и на возобновляемых видах топлива. Вот именно такой транспорт, в котором максимум пользы и минимум вреда Анатолий Эдуардович и создавал. И в течение последних нескольких десятков лет дорабатывало все лучше. Ведь критиков хватало в каждый момент его, так скажем, развития его технологий. Ведь эко-мир это большая сфера технологий. Из них струнный транспорт лишь маленькая, самая земная, самая понятная и самая, так скажем, актуальная, ожидаемая. И, конечно же, приносящая пользу. Но далее будут и эко-дома, эко-поселения, линейные города. И у нас уже есть база, у нас уже есть более 80 конструкторских бюро, собственное производство, огромный штат. То есть это только начало. Через транспорт мы продолжим огромным сообществом развивать следующие технологии. Ведь в данный момент эту технологию поддержали около 500 тысяч человек со всей планеты. Около 220 регионов и стран мира. Представляете? То есть там есть и юристы, и инженеры, и художники, и министры всякого рода уже государственной деятельности, и полковники. Кого только нет. И все люди самостоятельно изучают, что же это за технология, что за проект, и что же за ученый. Потому что слишком большое заявление, что мы можем изменить всю транспортную индустрию, прийти на помощь существующей и дать действительно достойную замену, сделать ее эффективней в 7, 10, в 15 раз. И это, дамы и господа, действительно сейчас важно и возможно. При том, что это возможно руками людей. И казалось бы, создать новый транспорт, сделать так, чтобы он по всем законодательствам и бумажкам функционировал, чтобы его можно было использовать, строить и так далее. Это же огромная работа. И представляете, мы успешно справляемся с этим. Например, перед вами вот компания TUV Softwest. Она провела сертификацию, и мы ее успешно прошли в Объединенных Арабских Эмиратах уже. Ведь у нас там сотрудничество на государственном уровне, официальное. И в Белоруссии наши несколько видов трассы, транспортов тоже прошли и получили сертификаты. Прошли все испытания. И продолжают проходить испытания и модернизироваться. Но главная задача – это завершить 15 этапов. То есть есть база действий, которые необходимо сделать по этой технологии, чтобы ее можно было строить во всю планету. Именно таким способом мы можем развить целую серию технологий, при этом являться совладельцами их. При том, что мы просто совместно изучаем материал, изучаем информацию и передаем дальше. Чтобы все, кому важно, что происходит с их домом, что происходит с их городом, страной. И те, кто чувствуют в себе силу, что объединившись мы становимся сильнее. Мы можем делать подобные огромные изменения планетарного масштаба. Все эти люди приглашаются на официальный сайт skyway.capital, где вы сможете узнать больше информации без всяких обязательств. О проекте, о документах, о возможностях, о новостях, о оффлайн и онлайн мероприятиях. То есть там есть все. Все, что вам необходимо для собственного изучения. Ну и, конечно же, если вы за две минуты зарегистрируетесь на этом сайте, то у вас, опять же, без всяких обязательств, но будет полный спектр того, как работает компания, как работает SkyWorld Community, какие есть обучения по передаче информации, по преподаванию, какие есть возможности по работе и как развивается в общем целом все наше дело. Ну и, конечно же, все привилегии и участие в данном развитии. Ведь мы творим будущее и мы творим его вместе. Представляете, полмиллиона человек, каждый на своем языке, со своим менталитетом изучили проект и решили, что он достоин того, чтобы часть своих средств, честно заработанных своим временем, своей энергией, уделить ни себе, ни в свою семью, а во благо всей планеты, всего живого на нашей планете. Это большое осознание, дамы и господа, потому что к этому нужно прийти. Нужно прийти, что мы настолько сильны, нам настолько всего хватает, нам всегда всего хватит. Мы всегда будем жить в хороших условиях. Мы способны и достойны того, чтобы ухаживать за нашей планетой, за нашим домом, чтобы он развивался, чтобы он действительно цвел, и что мы можем уделить туда энергию, время, свои ресурсы на улучшение этого мира. Ведь наш мир – это огромная планета, огромный дом. И мы получили их не взаймы от наших родителей, точнее, не в наследство от наших родителей, а взаймы у наших детей берем. Потому что то, как мы будем пользоваться нашей планетой, после нас получат ее наши дети. Подумайте, какой мир вы хотели бы передать нашим детям? Я бы хотел уникальный, совершенный, максимально безопасный, чтобы было много электричества, много энергии, чтобы энергия была свободна, чтобы было много места, много времени свободного, чтобы транспорт ездил сам, ему только задать, куда ему нужно поехать, а он сам уже передвигается, чтобы он был мобилен, чтобы он был безопасен, и не было никаких боковых столкновений, как здесь. Здесь нет перекрестков, они все пути на разных уровнях, причем на любой высоте, на любом уровне. Хоть сквозь дома, хоть через кварталы, хоть через дом, по диагонали, сквозь. Ну, как угодно можно струнную технологию обустроить в нашем мире, уже даже в существующих городах, и это для пассажирского транспорта, для каждого, для маленького города, для деревушки, для там, где миллион человек, там, где 20 миллионов человек, под любое решение найдется транспорт и трасса. Например, как вот здесь, Юнивин, всего лишь двухместный транспорт, то есть там, где сообщение совсем маленькое, например, в маленькую деревушку, так скажем, решение последнего километра это называется. А здесь в специальном исполнении, с тросом, выполнение как колтюбинговая труба, до двух тысяч метров между опорами, то есть, представляется, земля, опора здесь, опора здесь, и неважно, какой здесь ландшафт, озеро, овраг, дом стоит, натянется струна, и транспорт будет без проблем двигаться в одном и в другом направлении, полностью экологически чисто, полностью безопасно, затратив на это минимум ресурсов планеты и на эксплуатацию тоже минимум ресурсов планеты. Это, так скажем, самый разумный способ строить дороги и транспорт, и это самый выгодный способ его использовать, что для перевозки пассажиров, так и для грузов. Ну и, конечно, есть чуть более, например, как прогулочный, туристический юнибайк, может быть, например, юнибус, там уже 8 мест, или там 18 есть, есть монорельсовый, бирельсовый, то есть, опять же, для более уже там, где несколько тысяч людей в городе, либо несколько десятков тысяч, юникар, есть трюксекционные, двухсекционные, они могут быть составные, и это все автономная работа роботов, можно сказать, полуандроид с искусственным интеллектом транспорт. Вы заходите внутрь, поставили в телефоне или где-то на станции, куда вам нужно, и вы больше не волнуетесь о поездке. Вы точно доберетесь с самым максимальным, быстрым, самым эффективным и самым комфортным способом, где вы полностью свободны, и вы можете наслаждаться либо видом из окна, либо работать у себя в компьютере, либо в телефоне, либо общаться с другими людьми. То есть, все ваше время ваше с помощью такого вида транспорта. Но давайте пройдем дальше. Например, вот такое есть Юкар, Юникар, тоже может быть монорельсовый, бирельсовый, на разное количество людей. То есть, у всего есть своя необходимость. Либо, например, Юнилёд. Это междугородний транспорт. До 600 километров в час может перебегаться транспорт с такой вот прекрасной аэродинамикой. Из-за того, что мы едем не по сплошному полотну, а по отдельным рельсам, по бирельсовой трассе, нету сплошного полотна снизу, и поэтому нету завихрения воздуха. Воздух спокойно снизу проходит и не замедляет наше транспортное средство. Еще, то есть, получается, это главная привилегия того, что он вынесен наверх и нету сплошного полотна. У него спереди и сзади идеальная форма. Он как горячий нож в масло входит в воздух, не сталкивается с ним, а раздвигает его. И также сзади воздух этот уходит. Хотя в машине, там, где обрубленная часть, там воздух завихряется и происходит турбулентность, то есть засасывает воздушную яму. А здесь такого нет. И в итоге с помощью этого всего мы достигаем невероятного показателя, низкого показателя аэродинамического сопротивления. То есть здесь он где-то в 8 раз меньше, чем у Bugatti Viron, одной из самых быстрых скоростных гоночных машин. Только та стоит 2 миллиона, а это будет как джип стоить. И там 2 человека, а тут целых 6 человек. То есть есть большая разница. Ну и, конечно, и в безопасности, и в скорости, и в цене, и во всем. Но это именно для всего живого. Для того, чтобы человечеству, наше детище, техногенная сфера служила. И при этом, чтобы мы окружающей среде никак не вредили. Никому живому. Вот именно такие должны быть технологии. Настолько зеленые и настолько автономные. Этот транспорт, я сидел в нем внутри сам и в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы его представляли в Берлине на Inotrans Всемирной выставке. Одна из 20 международных выставок, где мы участвовали со струнными технологиями. И мы там показали этот транспорт. Тут сначала белорусы перевезли ракету. Но на самом деле нет. Это не ракета. Это один из умнейших и сложнейших транспортов в мире, который даст нам огромные новые возможности. И именно этой задачей является 15 этапа. То есть мы сейчас на 14, а у нас главный 15 этап конечный. Главная задача построить, построить трассу и просертифицировать уже существующий построенный транспорт скоростной. Но это то, что касается наших пассажироперевозок. Но, дамы и господа, есть же еще и грузоперевозки. Самый дорогостоящий бизнес в мире. Самый коррумпированный бизнес в мире. Но самый прибыльный бизнес в мире. И это грузоперевозки. И очень хочется улыбнуться. Потому что в данной струнной технологии обо всех грузоперевозках подумано. И о штучных грузах, и о сыпучих грузах, и о жидких грузах, и о контейнерах, и о 20-ти, и о 40-футовых, и морские контейнеры. То есть все виды грузов можно будет перенять с помощью нашей системы. Это значит, что мы сначала придем на помощь, а потом переймем на себя один из самых дорогостоящих бизнесов. При том, что он действительно сверхэффективен. Ведь с помощью такого транспорта мы сможем автоматически передвигать грузы. Не использовать, так скажем, огромную площадь, где будут стоять, либо как-то перебираться эти контейнеры. Можно будет контейнер сразу отправлять в нужный город, в нужную страну, на нужный завод, чтобы привезти туда эту материю. Например, на Юнитраке, либо Юниконте. Это возможность будет и везде, где разрабатываются мероприятия, там, где газ, уголь и прочие дары нашей планеты. Но и все перевозки между городами, между странами, и особенно портовые перевозки – это возможность для Юнитраков. Потому что каждый груз, поставленный на нашу систему, уже сразу автоматически, без человеческого фактора, по заданной программе идет в нужное ему место, чтобы там его сняли и разгрузить. Такими морскими портами можно будет обустроить весь наш мир, потому что он делается на шельфе моря. Не нужно делать дорогостоящих изменений ландшафта, особенно там, где вода и земля рядом. То есть земляные работы – это очень дорого. И поэтому струнный транспорт над землей с некоторыми опорами буквально – это гораздо разумнее строить, гораздо выгоднее строить по затрате ресурсов. А то, что касается здесь, еще дороже изменять порты там, где вода с землей. Сделать так его, чтобы достаточно большое судно могло, не сев на мель, заехать в порт, разгрузиться. А тут, представляете, на шельфе моря, то есть там, где еще ровненько, но уже достаточно глубоко, можно легко установить подобные порты. Сюда подходит транспорт, выгружает груз уже сразу на Юнитрак, и он пошел. Один в Испанию, один в Германию, один в России. Всюду, куда необходимо, продукция отправилась самостоятельно, и никто не платит за простое, за дни недели в портах, где огромные эти склады. Этого ничего не нужно. То есть максимально разумное использование как пространства, так и самой технологии. Но это только начало. Есть и пока на помощь, как делать хорошее, действительно, покрытие для аэропортов. Есть вопрос, как делать, точнее, есть предложение и технологии, как делать порты. Есть предложение, как делать эко-дома и линейные города. Как на том же шельфе моря можно делать экологически чистый дом со всем необходимым. То есть со всем необходимым для проживания огромного количества людей. И связываться с трудным транспортом. И это действительно единение с природой. Потому что технологии обрабатывались и улучшались в течение всех 40 лет, что Анатолий Эдуардович разрабатывает эко-мир. И, как я говорил, транспорт, эко-дома, гумус, восстановление почвы, эко-поселение, линейные города, общепланетарное транспортное средство, космическое и индустриальное ожерелье. То есть это целая серия экологических технологий. Не просто на десятки лет вперед. На сотни, на тысячи лет вперед у этого ученого Анатолия Эдуардовича Иуницкого есть направление, есть четкое понимание. Есть технология вакуумного стекла. Как можно застеклить всю планету, все дома в мире, потому что он делается из песка, но специальная технология именно нашего ученого. Таким же образом есть электричество, как с помощью полной экологии более чем на 5 тысяч лет всех людей на планете снабдить чистым электричеством. Это еще одна из технологий Анатолия Эдуардовича. То есть стоит только поинтересоваться на сайте unitsky.com или unitsky.engineer, и вы сможете узнать очень много нового, того, что действительно можно применить в вашей даже жизни. Потому что мы сейчас действительно строим будущее. Сначала с помощью транспорта, но уже скоро начнутся следующие проекты. Потому что как только мы завершим струнный транспорт, компания и проект выйдет на самофинансирование. Ей больше не нужна будет поддержки никакой извне на развитие, как сейчас, 14-15 этап. Это все сделано с помощью людей. А после этого уже не нужно будет. У нас есть предзаказы, у нас есть огромный штат, есть сертификаты и разрешения, чтобы строить. И у нас есть три завода, которые уже выдают полноценную продукцию от и до. То есть далее компания уже, выходя на самофинансирование, на самоокупаемость, она берет заказы, выполняет их. У нее остается еще и с прибылью, и дальше происходит ее развитие, следующие заказы и так далее, и так далее. То есть мы уже к этому подходим практически. Но еще самый важный этап, скоростная трасса. В самые первые этапы и самые первые действия мало времени нужно было, и мало средств нужно было, и мало людей тогда было. Сейчас нас много, но это 15-14 этапы самые дорогостоящие из всего проекта. Потому что самая большая трасса, около 25 километров, должна быть построена для скоростной проверки. И сам транспорт 500 километров в час. То есть это самая дорогостоящая часть нашего проекта. И поэтому каждый человек, даже сейчас на 14 этапе, каждый новый человек, который услышит о данной технологии, о данном проекте, это большая победа. Потому что чем больше нам сейчас, тем быстрее мы направим и начнем реализовывать эту технологию, и перейдем к следующим технологиям. Нас будет больше, нам просто будет легче. И представьте, если нас сейчас полмиллиона за 5 лет, когда нас будет миллион человек, каждый сможет инвестировать, например, по тысяче, куда угодно, это получится миллиард. То есть мы сможем проекты закрывать вот так, экологические, по планете. И это все люди, которые действительно заботятся о нашей планете, о экологии, о, так скажем, содружестве и гармоничной жизни между человеком и природой, флорой и фауной. И именно эта струнная технология дает все эти, так скажем, очень важные пункты с помощью строительства такого транспорта. То есть мы убираем старый вредоносный транспорт и ставим, можно сказать, простой, но очень эффективный новый транспорт. И у нас все идет в баланс. Мы начинаем с нашей планеты жить в благо. То есть мы быстро передвигаемся, мы в безопасности, мы никого не сбиваем, никак нигде не врезаемся, сами эффективно живем и никому вокруг, ни людям, ни животным, ни природе не мешаем. А получаем выгоды и пользы гораздо больше, чем при использовании всех традиционных видов транспорта. То есть я считаю, что по всем характеристикам это прям нонсенс какой-то. Хотя по факту это пучки струн. Это струны, как на гитаре. Много струн, только другого размера немножко и, так скажем, в другой конфигурации. Они собраны вместе, скручены и предварительно натяжены. То есть предварительное натяжение на них делает их суперпривыми, ровными и стройными. Все это в специальном корпусе рельса и наполнитель, специальный бетон, который изобрели наши инженеры для поглощения шума, упрочнения стенок, положения струн внутри корпуса и антикоррозийный эффект. Сверху же на корпус рельса идет головка рельса. И эта головка рельса, по ней идет стальное колесо. Самое эффективное КПД именно стальное колесо по стальному рельсу. Мне кажется, 99% около того коэффициент полезного действия такого передвижения. И сверху идет электромотор. То есть Юницкий в каждой части технологии дошел просто до вышки. Единственное, что он сейчас уже делает, он уже сам себя, так скажем, модернизирует и делает еще лучше с учетом того, что вообще в 21 веке тут развивается. Передовое производство, и мы действительно показали наивысшее качество нашей продукции. При том, что не только одну дорогу или какой-то один тип рельсов, у нас много типов рельсов. Уже 6 раз построено и, если не ошибаюсь, 4 или 3 еще строятся. То есть огромное количество работы происходит совместно за 5 лет, за полмиллиарда долларов. Хотя некоторые компании за 2 миллиарда, то есть 4 раза дороже, от 5 до 10 лет. То есть от 1 до 2 раз больше по времени создают 1 пикап от начала до рынка. То есть от 5 до 10 лет, 2 миллиарда, 1 пикап. А мы сделали за 5 лет, за полмиллиарда, ну чуть меньше, 12 видов транспортных средств в железе. Большинство из них сертифицировали, плюс к этому сделали станции, стрелочные переводы, как вокзалы, три завода, множество видов трасс. И все это показали людям, дали попробовать на собственном теле и в большинстве сертифицировали. Такую огромную работу вместе люди сделали. И опять же, потому что это нужно всем. Первая, например, берельсовая трасса, там, где мультимиллионники, люди живут, там, где большие составные поезда, как у нас сейчас строятся две трассы для грузового и для пассажирского транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Там будут берельсовые трассы и транспортные средства по 25 мест в транспортном средстве. И таких восемь кабинок вместе, то есть длинные, как поезда, потому что нужна очень высокая пропускная способность, более 100 тысяч пассажиров в час. То есть это огромное количество. Тем не менее, наш струнный транспорт способен с этим справляться. То есть он действительно подойдет для любого города. Либо вот полужесткий рельс, то есть там, где меньше пассажиропоток. Либо, например, гибкий рельс, то есть там еще меньше пассажиропоток, либо еще меньше груза. А вот на жесткой рельсберельсовой там вообще может быть и навесной транспорт, и подвесной транспорт. И еще внутри, как вы видите, так скажем, расширение есть такие, увеличение. Там есть полости, чтобы пустить электричество, то есть энергетика, и информацию, интернет. То есть три инфраструктуры совместно. Представляете, всюду, куда мы сейчас даже добраться не можем, можно будет такую простую технологию, даже с помощью роботов, строить в отдаленных местах. И сразу там будет три инфраструктуры для жизни человека. Анатолий Эдуардович действительно гений, потому что он ни в чем не останавливался. И в течение всей жизни прорабатывал все лучше и лучше и лучше эти технологии. Как сделать так, чтобы человек минимум времени проводил в городской жизни, в самом транспорте. И тем не менее, как это сделать безопасно, очень быстро, очень комфортно и автономно. Именно такие андроиды, полуандроиды, роботы с искусственным интеллектом, с внешним машинным зрением, с аккумуляторами и мотор-колесами, сможет перемещать нас в разные уголки нашей планеты. И представляете, каждое транспортное средство, каждая промежуточная опора, анкерная опора, станция, все соединено совместно. В общую сеть, как пчелиный рой, такие пчелки-трудяги, они объединены вместе и принимают решения по алгоритмам рассчитанным, то есть как искусственный интеллект. Как поступать в том или ином виде. И представляете, насчет огромный кусок в несколько сотен километров и те транспортные средства, которые там передвигаются, всего необходимо два человека для того, чтобы просто наблюдать в случае каких-то экстренных ситуаций. Причем один работает, наблюдает, второй, если с первым что-то случится, он должен как бы его заменить. То есть по факту даже один человек может наблюдать и делать всю работу, связанную с контролем данного транспортного средства. Многих транспортных средств. А так транспорт передвигается сам собой. Мы просто его с телефоном, так скажем, общаемся и заказываем туда, куда нам надо. Показываем, куда нам именно надо, и он нас туда отвозит. А мы отдыхаем, наслаждаемся, работаем, либо общаемся в нашем прекрасном транспорте. А снаружи красота. И мы при этом в безопасности, потому что транспорт изучает то, что происходит вокруг с помощью машинного зрения. Он изучает, что происходит, где происходит, какую надо предпринять, может быть, реакцию, то есть где-то замедлиться необходимо, либо остановить. И главное, что они все действуют вместе. Если одно транспортное средство притормозило, то все остальные, идущие за ним, тоже снизят скорость. То есть не может быть ни бокового столкновения, ни такого столкновения, но в окончании транспортного средства. Вообще не. Хотя они могут друг другу помогать, подконнектиться и транспортировать, если вдруг какая-то поломка. Хотя запас безопасности, прочности в десятки раз, безопасности в две тысячи раз. И эти мотор-колеса, даже если несколько каким-то волшебным образом выйдут из строя, даже одно мотор-колесо доставит все транспортное средство, потому что они все суперлегкие, ажурные, до необходимого точки, там, где его отремонтируют, либо снимут и отправят на ремонт. То есть безопасность на высшем уровне, по всем показателям, и в строительстве, и в использовании, в эксплуатации. Это действительно самая безопасная транспортная система. Ведь очень высокая у нее устойчивость к вандализму и теракту. Расположение путевой конструкции над землей повышает безопасность движения приблизительно в сто раз. И это откуда две тысячи раз собирается. И противосходная система повышает безопасность движения еще в десять раз. И также еще в два раза повышает, по-моему, машинное зрение окружающее. То есть максимально, максимально Анатолий Эдуардович привнес данную технологию, так скажем, лучшего, ноу-хау, всего того, что он хотел бы, так скажем, видеть в транспорте. В том транспорте, который действительно может удовлетворять потребности человека. И он его создал. Он его действительно создал. Вот, например, для вас графики того, как работает наш транспорт. И мы сейчас успешно сертифицируем это, испытываем, доказываем, что все действительно настолько эффективно. А некоторые вещи даже еще более эффективнее, чем заявлял Анатолий Эдуардович. И уже по окончанию пятнадцатого этапа мы полноценно выйдем во весь мир. Но, дамы и господа, при том, что сейчас еще четырнадцатый этап, мы уже на официальном уровне работаем с разными государствами. Уже есть первые адресные проекты. Поэтому этому виду транспорта быть, и очень скоро быть, вопрос только, удастся ли вам, посчастливиться ли, изучить всю информацию и понять с помощью аргументов, что перед вами одна из наилучших технологий, которые были представлены за последний век. И это только начало. Это делают совместно люди, такие как вы и я. Мы вместе вершим тем будущим, которое будет у наших близких, у наших родных, у наших детей и внуков. И именно вместе у нас есть возможность ускорить это развитие, сделать его действительно быстрым, приятным. И самое главное, мы же народ, не какие-то крупные государства, корпорации, мы же народ и являемся совладельцами самого дорогостоящего и важного бизнеса в нашем мире. Пассажиры и грузоперевозки. Нет крупнее. Это именно так. И сейчас полмиллиона человек уже решили, что они начнут с этой первой экологической инновационной технологии и продолжат дальше улучшать этот мир вместе. С людьми, которых они, может, даже не понимают по языку или менталитету, но у которых общее видение того, насколько прекрасна должна быть наша жизнь в безопасности, цветении, благополучии и изобилии. Дамы и господа, спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь, за то, что вы уделяете свое внимание этой технологии. Потому что всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И именно таким образом, из чертежей, из идеи мальчика когда-то появились чертежи. Они дорабатывались десятилетиями и потом создался проект, где объединились уже полмиллиона человек. И эти желания, перейдя в чертежи, уже перешли в реальные машины, в реальный транспорт, в реальную огромную инфраструктуру. И мы уже видели и экологические дома, мы уже видели агротехнологии, мы видим, что Анатолий Эдуардович Ницкий действительно не зря уделил всю свою жизнь технологиям, чтобы создавать экологические технологии, которые позволят нам жить здесь, на земле, как бога в раю. Счастливо и приятно. И этому всему мы обязаны себе же самим. Нам необходимо только лишь взять ответственность за происходящее в свои руки. А когда-то это сделал я, не зная ничего ни про инвестиции, ни про экологические технологии. А сейчас я знаю очень много об этом и понимаю, что каждый, кто хотя бы немножко времени уделит, уже не сможет остановиться, понимать, что в его руках находится будущее не только его семьи, но и всего живого на нашей планете. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community, вместе с которой любые люди, любые народы могут объединяться вместе. И абсолютно любой человек в такое даже непростое время может заниматься созидательной деятельностью, создавать, делать этот мир лучше в любой стране, на любом языке, на любом континенте, с любым другим человеком, в любое время. При этом делая мир лучше. Пишите свои вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Пишите на корпоративную почту, буду рад созвониться, объяснить, как всю эту информацию можно, так скажем, использовать для своей жизни. Как ее внедрить и максимум пользы получить от этого. Но по факту на сайте skyway.capital вы сможете найти все необходимое, потому что там для вас как раз все и сделано. А я желаю вам быть здоровыми, быть счастливыми, как можно глубже дышать, ну и, конечно, улыбок. Желаю вам океана, как от других людей, так и своих собственных. Будьте здоровы! Юрис, Никита, Ольга, Елена, Константин, Эрик, Елена, Ольга, Руслан, спасибо вам большое. Спасибо, что были здесь. Благодарю вас за внимание. Давайте оставим такой мир, в котором действительно хочется родиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова